Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Я сейчас собралась ехать к дочке, но по пути я сейчас заскочила к сыну покормить чебурашек, черепашек. Я только подошла к аквариуму, я смотрю, они спали, они меня увидели и прям засуетились. Давайте посмотрим. Ой, это они, мои хорошие. Ой, забегал, ой, увидел. Малявочка, ты увидел, да, что к тебе пришли тут. Тебе пришли кормить тебя. Вот они, вот они, вот они маленькие, вот они хорошие. Ну-ка, давайте покушаем. Они так рады, что кто-то пришел. Да, прям на стекло лезет. Ты смотри, малыш какой. А еще, девочки, я принесла морские камушки. Такие вот слезки собирала я на море еще пять лет назад, когда с ребятами ездила. Они у меня лежали, я про них даже забыла. Но они такие красивые. Я красивые камушки собирала, такие вот ракушечки и все. В общем, я, Наташа, уже сказала, что я хочу, чтобы это было, плавало в этом, в аквариуме. Вот, но я думаю, что я, наверное, самостоятельно не буду это туда ложить без нее. Пусть хозяйка уже придет, она сама там разложит как надо. Я не буду проявлять эту инициативу, мало ли что. Ну, все, я задание выполнила. Сейчас я вызываю такси и еду к дочке. Я взяла арбузик, девочки. Ну что, девочки, я уже у дочки. Дочка уже умчала. Мы с Денечкой покушали. И я решила, арбузик пора уже попробовать отведать. Вот он, смотрите. Вот такой вот арбузик, уже красный. Арбузы у нас стоят 25 рублей килограмм. Да, 25 рублей. Хотела сказать, 25 копеек. Помню, в детстве копейки стоили. 10 копеек килограмм стоило в моем детстве. Вот, так что сейчас хочу арбузика отведать. А Мила сегодня возле умывальника, возле мойки сидит. Я уже сгоняла ее раз в пять. И она все равно подходит, сядет возле мойки и смотрит на нее. Чего там смотреть? Я уже и воду ей давала. И уже чтоб с крана она пила. Отискала воду. И налила. И уже поменяла. Что только не делала. Вот она сидит. Ну, допустим, я попробую сейчас чуть-чуть включить. Вот так. Ну-ка посмотрим, что она будет делать. У нас опять там что-то где-то штробят. Ну, не обращайте внимания. Вот она сидит, просто смотрит. Не лезет пить ее, ничего. У нее вода есть. Но почему-то ее к мойке тянет и все. Интересно смотреть, как печет вода. Наверное. Мила, ну давай хоть что-нибудь покажи нам. Сделай что-нибудь. Может, попить ты хочешь водичку с крана или что? На. На, будешь пить? Не хочет она пить. В общем, просто любит смотреть на воду. Вот и все. На моечку. Так, ну а Деня у нас что-то смотрит мультики. У меня второй телефон ему дала. Кушает у нас тут фрукты сейчас. Там вафельку. Кушает. Морс пьет. В общем, занимается своими делами человек. Человек занятой. Так, ну я-то арбузик-то уже поела. А Денька что-то ни в какую. Деня, последний раз предлагаю. На. Кусни кусочек. Ну, лизни просто язычком. Язычком. Лизни. Язычком. Кусненько? Сладенький. На, кусни чуть-чуть. Кусни. Кусай. Да вкусно же. Вот ни в какую не хочет. Такой вкусный сладкий арбуз. Не знаю, что за ребенок. Никак его не уговоришь. Ни куснуть, ни лизнуть. И не обхитрить никак. В общем, пока он арбузы у нас еще не ест. Ну, раз внук меня не хочет есть, арбузом буду сама наслаждаться. Девочки вкусные, сладенькие. Сейчас я его еще в холодильничек поставлю. И он там охладится, будет прохладненький такой. Купила арбузик. Думаю, с дочкой вместе поем. Потому что один арбуз. У меня одно есть долго. И он как бы уже пропадает у меня обычно. Поэтому взяла небольшой. Килограмма на 3,5 потянула. Так что с дочкой поедим. Дэн, я искупался, нежиться теперь. Ты искупался, Дэн? Скажи, я искупался. Искупался. Искупался, молодец. Все, смотрит мультики. Все, прячься, прячься. Под покрывалку прячься. Я искупался. Я искупался. Молодец. Ты кушать хочешь? Да. Что ты будешь кушать? Будешь мясо кушать? Эх. Пойдем? Пойдем. Пойдем? Так. Пойдем. Доброе утро всем. У нас сейчас вот такая вот погода. Вот сколько воды. Дождь идет. Туман небольшой. Семь часов утра. Дождик начался еще вчера в 9 вечера. Я дынечку укладывала спать. Прямо сверкала у нас. О, плывут машины. Да уж. 20 градусов на улице. Ну вот, девочки, я приехала домой. На улице продолжает идти дождь. Я немножко промокла. Прическа моя, видите, какая. Это у меня волосы. Вот когда они уложены, под дождь попадешь, и они уже становятся как не уложенные. Они смотрят, куда хотят мои кучеряшки. Вот. Я успела уже смонтировать вам видео. Там видео как раз выводится. И скоро я его опубликую. Видео снимала еще вчера утром. Но я его смонтировать не успела. Побежала к дочке. Вот. Так что все доделала. Скоро вы его увидите. Мои воспоминания о новоселье, которое было у нас в 70-м году, когда мои родители квартиру получали. И как отмечали вообще люди раньше новоселья. Вот. А сейчас что я делать собираюсь, я еще не знаю. На улице идет дождь. Я хотела сходить в магазин, но что-то мне не очень хочется. Идти под дождь. Но он должен где-то через пару часиков, наверное, закончиться. И тогда я, возможно, и схожу. Ничего срочного там мне не нужно покупать. Но так кое-что можно и прикупить. Вот. Черепашек мне кормить сегодня не надо, потому что у меня сын с невесткой вернулись домой уже. Поэтому они уже сами там будут кормить черепашек. А что меня сегодня прямо удивило, честно говоря, даже огорчило. Я к дочке езжу на такси. Ну, она оплачивает. Я уже говорила об этом. Но, честно, меня удивило то, что под дождем, оказывается, тариф удваивается. Я этого не знала и была очень сильно удивлена. Ну, я, видите, давно не ездила на такси. Честно говоря, на своей машине уже сколько лет езжу. И я не знала, что тарифы вот таким образом меняются. Прям тариф удваивается. Если я к ней ехала вчера, 100 рублей платила я все время. Ну, там плюс-минус 20 рублей, смотря какой день, да. Максимально 120 рублей, а 200 рублей сегодня заплатила. В общем, я потом пришла, в интернете порылась. И действительно, тариф меняется. Ну, там от часов в некоторой степени, но от погодных условий. То есть, если дождь пошел, там или еще какие-то погодные условия, то тариф удваивается. Вот так. Кто тоже не знал об этом, напишите. Я первый раз об этом узнала. В общем, когда такси вызвала, и была удивлена, что мне назначили такую сумму. А раньше тариф так сильно не менялся. Я помню, ну, может быть, какие-то там часы, может быть, ночные, или час спит, может быть, как-то это влияло. Но про погодные условия я, честно, об этом узнала впервые вообще. Так что тут теперь надо еще учитывать погодные условия, когда вызываешь такси, ехать сейчас или переждать, пока дождь пройдет. Вот так вот. Ладно, мои хорошие, вернусь к вам позже. Дождик все идет и идет, но вроде бы уже поменьше стал. И вроде бы небо чуть-чуть проясняется. А то ж вообще было очень пасмурно. Температура у нас сколько? 24 градуса. Ну, вот радует хотя бы то, что не жарко. Ну, ладно, подождем, пока распогодится. Всем доброе утро, мои хорошие! Девочки, я вчера внезапно перестала снимать. Ну, честно говоря, я же говорила, что не знаю, чем заниматься. В общем, я вчера решила досмотреть уже этот сериал «Любовницы» американский. Кстати, кто смотрит, хочу сказать, на Иве первые три сезона бесплатно, четвертый сезон по подписке. Поэтому четвертый сезон досматривала уже на другом сайте. Ну, в общем, досмотрела. А сегодня я проснулась. С утра уже жара, бухота. Сейчас уже все закрою и включу сплит. Я вспомнила, как мы день рождения дочки как-то отмечали. Мне было 30 лет тогда. Ей, по-моему, 9. Ну, это 94-й год, кажется, был. В простынях. Я не помню, рассказывала вам эту историю или нет. Мы с мужем тогда уже не жили. В гости ко мне пришла мама, сестра с дочкой. И, в общем-то, и я. Больше никого, по-моему, не было. Была такая жара. Вообще, на день рождения дочки 8 августа всегда была очень сильная жара. У нас в августе просто жесть какое пекло. И вот они пришли в гости. Я стол накрыла. Тогда еще не было сплитов, ни кондиционеров, ничего. Была жара жучайшая. В общем, тут сквозняк уже не помогал. Ну, сейчас вот, например, штиль. Полный штиль. Ветра нету. Так что открывая, не открывая окна, двери, все бесполезно. Вот. И тогда тоже так было жарко, что они пришли в гости. Пока они ко мне доехали, поднялись. В общем, они уже такие пришли красные и жарко. И все. Я говорю, девчата, раздевайтесь нафиг. Нате вам по простынке. Идите в душ. И, в общем, пока мы сидели за столом, то и дело по очереди ныряли в душ для того, чтобы немножечко освежиться под холодной водичкой. Вот такой день рождения в простынях у нас было. Вот. Ну, а сейчас я с утра попрочитала ваши комментарии под моим предыдущим видео, там, где я про новоселье рассказываю. И есть там такие вопросы, кому досталось это жилье, хотя не знаю, кому это интересно вообще. И еще один вопрос такой, была ли приватизация жилья раньше. Нет, девочки, тогда приватизации не было. Жилье было муниципальным. Оно выдавалось тем, кто на заводе работает, тем особо, кто на каких-то вредных там цехах работает, на вредных работах, в первую очередь давали жилье. И также коммуналка была у нас тогда от завода. И также с коммуналки людей переселяли, вот в новое жилье выдавали квартиры. Тогда выдавали гораздо быстрее квартиры. Ну, вот представьте себе, если мне было 6 лет, родители на очередь стали, когда я только родилась, они стали на очередь, да, и вот мне было 6 лет, квартиру уже получили. То есть вот так вот быстро, там, ну, каких-то вот несколько лет, и все, квартира уже была получена. Вот. И перемещали людей с жилья поменьше, в жилье побольше. Также квартиры там меняли, если расширялась семья, появлялся еще один, допустим, ребенок. Квартиру продавать тогда не имели права, но если родители, допустим, умирали, дети продолжали жить в этом жилье. Ну, оно не являлось собственностью, но, в общем-то, тогда и жили. Но с той квартиры я выписалась, когда мне было 18 лет, я решила, что я заработаю собственное жилье. Мне не хотелось, чтобы меня продолжали воспитывать уже после 18 лет. Я была очень самостоятельная, характерная, поэтому я устроилась работать тогда сама на завод, на другой, и также получила жилье. Но тогда еще до того, как на завод я устроилась, я 18 лет пошла работать в аэропорт, я решила от родителей съехать в общежитие, но для того, чтобы там нужно было обязательно прописаться. Поэтому я от родителей выписалась и прописалась в общежитие. С аэропортовского я перешла в общежитие заводское, пошла работать на завод и стала на очередь на квартиру. Также мои дети появились, уже родились, я стояла на своем заводе, на очереди на квартире. И так бы я квартиру получила бы, если бы не вот эта вот уже перестройка потом. Потом все развалилось и все. И осталось жить в общежитии, которое потом уже сделали как жилым домом. И в общем комнаты стали квартирами. Так что вот эта гостинка моя досталась мне, так как я ее заработала на заводе. Вот. А что касается того жилья, в той квартире жила моя мама, сестра, у сестры племянница, дочка родилась, тоже она там жила. Сестра моя там прожила всю жизнь, до сих пор она там живет, в той квартире. Вот. Но после смерти мамы уже, папа умер очень давно, когда мои детки были еще маленькими. После смерти мамы, да, еще когда, до смерти мамы еще была приватизация, тогда вот прошла приватизация, я приватизировала вот это жилье со своими детьми. А ту квартиру приватизировала мама, сестра и племянница втроем. Ну и после смерти мамы уже, как говорится, наследники это я и моя сестра. Так что доля от той квартиры у меня есть. Ну так как там продолжает жить сестра, в общем, вот так вот доля моя, как бы есть и все на этом. И ничего я с этой долей сделать не могу. Моя сестра вроде собирается выкупить ее, но пока что ничего не меняется. Вот так. Она живет там, а я живу тут. А дети наши, в общем, уже могут рассчитывать только на свои силы, либо на наследство. Но, да, к сожалению, вот такое распределение живого фонда. Может кто-то задать такой вопрос, уже сразу хочу его предугадать. А если бы я знала заранее, об этом, скажем, об этой приватизации, да, в свои 18 лет, стала бы я выписываться или нет? Да. Стала бы выписываться в любом случае, потому что мне с мамой жилось туговато, взаимопонимания у нас с ней не было. Она была хозяйкой квартиры, она мне об этом напоминала постоянно, что она там хозяйка, и она там командует парадом. И, в общем-то, пока я живу с ней, то я жить должна по ее правилам. Вот. Поэтому, в общем-то, мне хотелось жить своей жизнью. Поэтому я и ушла оттуда и стала жить своей жизнью. Ну, вот так вот. А если бы я была, допустим, сейчас помоложе, да, то я бы, наверное, да, все-таки взяла бы ипотеку. И, конечно, долгие годы его плачивать, но, с другой стороны, рано или поздно уже это жилье будет вашим. Хотя оно уже становится вашим сразу, как только вы его берете в ипотеку. Но уже можно жить в новом жилье. И, скажем, чем на квартире жить, платить за квартиру, можно уже жить в новом жилье, скажем, и платить тоже ипотеку. Надо, конечно, работать, да, нужно постоянно работать. Ну, все, мои хорошие. Какие мои планы на сегодня? Готовить я ничего не буду. Вчера я просто по-быстренькому пожарила картошечку. У меня было мясо тушеное. Я его туда добавила в картошечки. В общем, сделала такое, как бы, рагу по-домашнему, да. Вот. У меня еще на сегодня картошка эта осталась. Сегодня я хочу смонтировать это видео, поискать какой-нибудь новый сериальчик. И под сплитом буду лежать и смотреть этот сериальчик. В общем, в ожидании дня рождения дочки, в ожидании кухни, что мне еще делать остается. Но я хочу это видео на этом закончить, чтобы поскорее смонтировать его вам, чтобы вы его увидели. Кому видео мое понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,